Сегодня мы продолжаем повторять работу без оружия и с оружием. Начинаем с работы без оружия. Начинаем с Айта Микатата Дури Кю Мурова Зам. Начинаем с классика. Партнер вытекает, спровоцировали. Нюансы. Нюансы. Не стоит сочетать ремонт, потому что партнер опять носит ковар. Еще раз всегда помните, что руке не бюкевара. Это не бешок для выпивания пули. Это живая машинка, которая должна работать по какой-то своей программе. То есть, если вы не программируете его на движение, он будет работать сам. Поэтому, в момент прохождения в вашей руке зоны, как это называется, ополица, вы должны пока не пересиментировать она. Но не так. Это не имитация. Имитация должна участие. Должно знать, если сейчас пойдет вот так вот. Хотя бы пальцами. Движение с противника. Значит, для практики в вашей руке нужно быть мощь. В вашей руке нужно быть твердым. Шину, сосульки, стекло. Поэтому партнер ему хватает не от того, что он хочет его взять, а от того, что непонятно, что он в те. И какую грозу она в себе несет. Дверь лежит в него. Как только контакт произошел, начинаем загружать партнера через год. Обязательно принимаем ногу. Это обращайте внимание. У вас открывается подвышенная падина, тогда вы можете легко бросать туда. Открываются рёты, тогда вы можете легко бросать туда. Локоть припойлит, вы можете легко бросать туда в голову. Но! Сейчас это не требуется. Вы работаете сейчас через локоть. Партнеры еще легко укладывают. Следующий еще важный нюанс. Не боретесь на татаме. До того момента, пока он не опустит плечо на татаме. Иначе бывают партнеры, которые способны выросить вас на бросок. Правильно? Произошло касание на татаме. Первый упускается. Ближний колец к нему уже получил рыбу. После этого, вот здесь происходит, скажем так, в микрофазе контроля, обращайте внимание, для практики. Первый контроль вы начинаете инвалировать локоть. То есть вы начинаете ударить. Второй контроль заключается в том, что вы начинаете коленки по голове. То есть в этой фазе вы начинаете степить коленки по голове. При этом усиливается боль в локте и в плечевой зоне. Для исключения травмы, нога просто опускается. Но принцип, который вы можете контролировать промежуточное положение в двух позициях ногой, вы должны знать. Это важно. После этого, очень спокойно партнеры с контролем. Дистанцию разорвали. Держим. Второй вариант. Он очень похож. Отличается, понимаете, в ходу. Я начинаю по картинице партнера, почти могу ищу в группу. Вот здесь партнер должен защитить вас в страху. Если вы здесь забираете, у вас не смешивает. Неизбежно должна прийти к партнеру. Поехали. Посмотрите. Здесь начинается диалог. Ужжились линионалии. Отхватили движение партнера и положили. Вы как бы партнеру предлагаете? Атаковать себя. Но помните о том, что вот эта фаза, она как родная. В ней нельзя оставаться. Потому что ко второму вышли под двигающую руку. В основном, что нужно передать. Пойдем. Ушли. Поймали движение партнера. Весь движок строится на его реакции. Не надо его ломать. Не надо его таскать. То есть каждое движение рождает его. Вы его только правильно. Вы ему предлагаете идти туда, куда вам надо. Иткё. Атаковать кататэ дуэ. Ура ваза. Пробудем. Мы продолжаем тему. Иткё сегодня. Иткё ура ваза. Ребят, очень хочу, чтобы у вас срослось сознание, что работа без оружия и работа с оружием это одно и то же. Принципы одни и те же. Движение партнера тоже. Чтобы не было такого, что вы без оружия работаете одну схему. Работа на работу. Как только вы взяли что-то длиннее, чем ручка под связкой, вы начинаете двигаться совершенно верно. Движение не одежда. В этом срослось. Значит опять. Начало. Начинаем следующим образом. Клинок сейчас заводите за пояс. Зачем делать? Чтобы вы не могли боковым движением вот так вывести к нему. Чтобы вы просто сами себя не обманывали, вы опять клинок заводите за поясом. И тогда единственный способ вытаскивания у вас будет вытягивание за поясом и последующий развораживание. Или в горизонтале, или в вертикальном возрасте. Но с обязательным вытягиванием через пояс. Нюансы. Первое. Не дожидаетесь пока тарка у вас здесь не упрать за руку. Потому что он приедет. Вот здесь дистанция слишком дорастетичная. Он вас взял за руку сразу на пакетах. В чем атака может идти? Как с руки, так и с ноги. Она может идти как одновременно, так и по разному. Он может идти сначала ногу, а потом руками наоборот. Или одновременно. То есть фокус для того, что если вы работаете с пропашником, у него ровно и руки, и ноги. Ваша задача не дожидаться оплаты со сбегом, а ранить за спать. Очень важный момент для тех, кто работает с кимоно. Постарайтесь атаку внести, скажем так, в уровень чуть ниже пояса. Вот сюда. С чем связано? Потому что когда вы начинаете внести высоко, у вас ухоять сейчас будет кимоно. И дальше что-то сделать будет очень трудно. То есть вы сами себя помещаете в такую лавочку. Чтобы этого избежать, атака ведется еще чуть ниже. И таким образом у вас рукоять проходит ниже его лавочку. После этого, опять, уходим в сторону бьющей руке. Братите внимание. При этом фокус вытягивается. Тем самым вы предлагаете партнеру начать атаку. Очень важный момент. Не уходите никогда вот так. Вы этот фокус вытащили. Но ваше лицо слишком близко к партнеру. Ему ничего не составит никакого труда вас в порядке. Поэтому всегда помните о том, что вы, как бы предлагая ударить, должны покупать партнера, чтобы он сделал шаг у вас. И как только начинает задержать и начинает уходить партнера. Очень важный момент. Клинок вот так, пожалуйста, уберите. То есть, опять, модулирует процесс. Не хватайте режущей части. Точно так же, когда вы работаете без оружия, не хватайте рук. Наложите, так будет проще работать. Клинок приходит в области шеи партнера. Вот вы его кладете. Вот вы укладываете. Обратите внимание, что здесь у него захват практически уже срывается. То есть, вы спокойно его опускаете. Вот и освободились. Дистанция подбирается. Еще раз. Смотри, работайте с оружием и с оружием. Все допустим, что это одно аудитория. Тринципы движения не держат. Умейте биться одинаково. Все, работаем идем. Курмозам. Продолжаем тему работы идем. Курмозам через заход. Без оружия, без оружия. Сейчас рассмотрим влявчий зеркал. Очень важные моменты. Первый. Как работал, без оружия. Так при работе с пакетом. Просто взял. Не шли с начала этого основания. Потому что, как тот партнер берет взял. Он лучше, а без оружия. Захват, это не самоцель. Никогда не берут для того, чтобы придержаться. Происходит захват. Атака. Атака. Захват. Захват. Захват, это начало, атака. Об этом все такое. Поэтому. Вы начинаете это. Он начинает набирать эту сторону. Чтобы оно не в него трудиться. Ваша задача смещает себя. Хороший боец. Ваши задачи. Рукостить во первых. Загрузить. Опять. Мы начинаем сейчас. Средооправливать эту будущую руку. Если вы сейчас заберете. Тогда партнер нужно просто давать. Но вам нужна эта операция. Чтобы начать движение партнера. После этого. На тенгане. Уложили. Зерк освободили. Увели засток. Дистанцию разговаривать. Зерк заводится засток не просто так. Если партнер по какой-то причине. Начинает себя неоткратно вести. Откидываться в вас. Вы способны работать по партнеру. Это не то, что вы убрали. Совсем еще не хотите делать. Вы готовы работать по партнеру в любой момент. Низом ли. Вверхом ли. Передним концом. Вы всегда готовы атаковать. Об этом помните. Всегда помните о том. Что слова защиты в вашем языке нет. Только одно. Еще раз. В этом выпуске. Уходя с линии атаки. Прогружайте партнера. Обращайтесь в секцию не как с деревяшкой. Это продолжение вашего тела. Через нее вы чувствуете реакцию вашего партнера. Как только начинается следующая атака в вас. Вы начинаете уходить с ударами. Причем. Все должно вести с партнером очень плотно. Вплоть до ударов. Ударом. И партнер в другом стекать. Ударь и ударь. Отлично. Если же вы в стороне. То текать придется уже. Вам его очень сильно рукой. Вряд ли кого вы вытекаете. Поэтому. Вы партнер очень плотно. И на обращении партнер уже указывает. Уложили. Зафиксировали. Все в тяге. Заводим засток. Ставьте внимания. И кью. Приработайте везде. Везде ноги. И кью. Возвращайте ноги. Правда? Возвращайте ноги. Возвращайте ноги. Продолжение следует...